Наша сегодняшняя передача посвящена особой дате – 23 февраля, день памяти жертв сталинской депортации. Всего за несколько дней было выселено более полумиллиона войнахов. Это время на Кавказе никогда не забудут. Такая же участь ожидала сотни тысяч карачаевцев, балкарцев, крымских татар, представителей других народов. В результате этих преступлений, которые советские историки называли скромным термином «депортация», 13 народов Советского Союза были полностью выселены со своих исконных территорий и почти наполовину уничтожены. Мы обсудим эти события с гостем программы, экспертом по вопросам Кавказа Мамукой Аришидзе. Операция «Чечевица» началась в ночь на 23 февраля 1944 года. Под видом военных учений в домах чеченцев на целый месяц были расселены войска НКВД. Затем в села вошли карательные отряды. Все было сделано быстро. Выселение в 24 часа за неповиновение смерть. Уже 29 февраля нарком Лаврентий Перри отчитался об успешном завершении депортации 400 тысяч чеченцев и ингушей. Организаторы не жалели средств. В Чечню было направлено 120 тысяч солдат и офицеров внутренних войск, 15 тысяч железнодорожных вагонов, 6 тысяч грузовых автомобилей. Одна только перевозка обошлась Советскому Союзу в 150 миллионов рублей. Поселение сопровождалось массовыми убийствами беззащитных людей. В чеченском селении Хайбах разыгралась настоящая трагедия. Военные грузовики не могли подняться высоко в горы. Поэтому 700 стариков, женщин и детей заперли в конюшне и сожгли заживо. Этой карательной операцией руководил полковник НКВД Гвишиани, получивший за это повышение от Берия. Людей грузили в вагоны теплушки и вывозили в Казахстан и Среднюю Азию. По дороге в ссылку тысячи детей и стариков погибли от холода и голода. 20 лет назад грузинский режиссер Буба Хотивари вместе с грозненским сценаристом Милматом Салцаевым задумали снять фильм под названием «Черные дни». Кинематографическую версию трагических событий депортации 1944 года должны были снять в Чечне в 1994 году. Есть одно высокое место, откуда видно половину Чечни. Очень хорошая обзорная точка, мы так называем на нашем языке. Где видно деревень, 20-30 деревень видно разных, а не как гнезда, очень красиво. Вот с этих деревень, когда сгоняют народ вниз в долину, со всех этих деревень, одним кадром надо снять, это будет потрясающе, это будет очень сильно. И отдельные тоже, естественно, кадры должны быть как из деревни, из домов, из разных аулов людей сгоняют. Но когда ты показываешь общий план, деревень 25-30, и все это одна панорама, и она вот так проходит, и эти колонны людей, которые спускаются, которых подгоняют эти стрелки, подгоняют... Там ДТР были очень тяжелые, с тяжелой техникой, со стрельбой, когда перестрелки, очень большой батальный план. Этим кинопроектом заинтересовались Турция, США и Великобритания. Но потом началась русско-чеченская война. А в 1999 году еще одна. И проект закрыли. Куба Хотивари уверен, что проект нужен, и фильм обязательно будет снят. Это все равно стоит на повестке дня. Все равно не я так другой, кто-то снимет этот фильм обязательно, потому что это такая животрепещущая... Это такая трагедия всего народа. Такое не забывается. Это не эпизод какой-то в жизни. Бывают эпизоды, бывают какие-то... Вехи. Это веха в жизни этого народа. И надо это показать всему миру. Сталинская депортация до сих пор является страшной трагедией в истории чеченского и ингурского народов, унесшей десятки тысяч жизней. Историки до сих пор спорят, почему это было сделано, и почему Сталин как фигуры на шахматной доске передвинул целые народы на территории Советского Союза. Начнем с того, что это, конечно, большая трагедия не только для войнахов, но и для других народов Кавказа, которых в то время выселили. Это и карачаевцы, и палкарцы, и другие. Причин может быть несколько, конечно. Но для меня вот эта позиция, наверное, самая приемлемая. Горцы Северного Кавказа, особенно в войнах, и они всегда представляли определенную угрозу для государства российского. И должен сказать, что они всегда боролись за свою свободу. После 60-х годов 19 века, вот прошло не очень много времени, когда закончилась Кавказская война, прошло не очень много времени, и вот люди, несмотря на то, что появилось новое поколение, вот дух свободы у них остался. И когда пошатнулась власть, советская власть, то, естественно, там появились люди, которые попытались в этой ситуации как-то изменить жизнь для народа и изменить в целом ситуацию и выйти из-под контроля советских властей. Кавказец без оружия – не кавказец. Правда, сегодня это уже история, раритет и часть интерьера. Не исключение гостиная эксперта по вопросам Кавказа Мамуки Арешидзе. В самом центре – настоящая реликвия – щит телохранителя грузинского царя Ираклия II. Моему отцу подарили горцы в свое время, в 60-е годы, когда он, будучи геологом, работал в карах, и они стали пообратимыми с правнуком Эли Китинчарауль. Есть здесь и особое оружие – мачахелла, длинноствольная винтовка, сделанная в Аджарии. Там изготавливали очень хорошее оружие, и считалось, что во всей тогдашней Турецкой империи она, вот этот район был до 1877 года, входил в Турецкую империю, а потом перешел в Российскую империю, там жили грузины, мусульмане. И считалось, что во всей Турецкой империи самый дальний бой на Грузию. Вот это тоже горский кинжал, это тоже кавказцы мне подарили, это старинный горский кинжал. Простой он, он не считается, скажем так, им достойным, княжеским. Это простой кинжал для молодого человека. В коллекции «Кавалерийская шашка 1914 года», подаренная другом Северного Кавказа и австрийский штык чешского солдата, воевавшего на Кавказе на стороне белогвардейцев. Видя столько вооружений, естественно, Сталин знал, что Север-Кавказ себе дает определенную опасность. Ну и да, и люди были против любой власти. Они старались жить, оставаться свободными. Есть легенда о непобедимой дивизии, равной которой не было в те времена. Неслись отчаянные всадники, их боевой клич вгонял в страх и панику железную дивизию самого Кайзера. Добровольническая конная кавказская туземная, или как ее еще называли «дикая дивизия», была создана российским царем во время Первой мировой войны. Ее командовали и брат царя Михаил Романов, и Петр Багратион II, и даже Наполеон Мурат, внук знаменитого маршала Франции. В состав дивизии входили как чеченские, так и ингурные.